начали то есть подходим к кусту желательно чтоб лист был конечно сброшен морозами убит и тогда я убираю вплоть до последнего листочка вы видите что здесь у меня почти чисто то есть я еще до убираю здесь да еще что важно не спешить с обрезкой угадать со сроками то есть сегодня плюс 10 и уже конец октября очень хорошие сроки по обрезке то есть лоза вызревшие вы видите на всю длину еще мы показывали вам как я делала предварительную обрезку то есть мне сейчас очень удобно то есть здесь у меня нету пасынков нету не вызревшие части очень удобно подойти к этому кусту то есть я вижу в объеме весь этот куст далее начнем снизу берем нижние рукава чем этот куст отличается вернее почему именно так я буду сейчас срезать то есть прошлый год у нас виноград попал под сильнейшие четырехкратные возвратные заморозки до минус 8 и лозы которые были оставлены на плодоношение вымерзли то есть видите вот что было вот вот она лоза оставшиеся на плодоношение прошлый год она вся у нас погибла и восстановилась только у самого основания поэтому вот все что старое все что не нужно и просто обрезаем подходим да и все вот теперь смотрите вот а ставь осталось или вы вернулась выросла лоза которая теперь я оставлю на плодоношение на замещение вот чем интересно я оставила нижний пасынок видите вот она вот это от пасынок вот эта основная лоза и вот я вот это пасынок это основные как у вас она к есть под листа вырос пасынок и я его оставила для того чтобы мне сразу сформировать рукав и так называемой зону плодоношения и замещения это плодовое звено так называемое вот что мы сейчас сделаем смотрите я могу вот здесь вот все что весной проснется вот до вот этого разветвления вот эти все почечки я их все выломаю когда они вырастут сантиметра 2-3-5 после заморозков а вот здесь начинается зона плодоношения вот нижняя вот этот который пасынок я оставила обрезая на 4-5 побегов это я с большим запасом сделала вот смотри вот почечка вот одна почка, вот вторая почка, вот третья вот четвертая но из них я потом оставлю когда они все проснутся, кончатся заморозки останутся, я буду оставлять две вот этот побег замещения то есть конечно с большим запасом ну жизнь учит зима учит и поэтому мы учимся а вот здесь вот оставляю сорт крупноплодный, крупногроздивый поэтому оставляю 6-8 почек это уже будет плодоношение то есть раз, два, три, четыре, пять, шесть ну вот давайте семь оставим вот уж точно тут запасом с большим запасом вот это вот все лишнее я отсекаю вот у нас плодовое звено как таковое оформилось за одно лето вот чем хорошо вот это вот плодовое звено оформилось за одно лето очень хорошо вот эта тоненькая лоза она нам просто восстановилась она посидела поработала нам на благо корневой системы на благо куста и она нам сейчас не нужна мы ее просто вырезали И все-таки я режу И все равно, видите, вот везде режу Чтобы хотя бы сантиметр, но 5 сантиметров Вот этот пенек О каком вы должны знать То есть нельзя как дерево резать Начисто, то есть рядом От 5 до сантиметра Хотя бы надо, чтобы потому что Когда начнет Иссушаться этот сучок Он может перекрыть вот эти вот пути Которые будут идти сок через вот него Поэтому он высохнет вот до сих пор И все Нам опасности не представляет Вот смотрите Вот тут же вырос еще один То есть нам надо хотя бы 4-5 лос Подношения То есть это веерная формировка И нам нужно 4 хотя бы вот таких Вот очень тоже, смотрите какой Замечательный вырос тоже, смотрите И то же самое, я сохранила Вот это основное идет, да? Вот она продолжается основная А вот это? А это сейчас уберу То есть вот это вот Мы опять же В замещении, да? На 2, ну хотя бы на 3 почки оставим Побег замещения Нижний он будет у нас А вот этот я полностью уберу То есть, ну осталось вот Не увидел или остался уж А здесь опять считаем Раз, два, три, четыре, пять Ну пять Тут уже такая толщина Такая мощь, что уже вполне Вот еще одно плодовое звено И еще один рукав Который уже полностью сформирован Пойдет в зиму Пойдет в зиму И сформирован за одно лето Вот чем удобно использовать пасынки Вот еще один точно такой же Посмотрите То есть вот все, что после него Я вырезаю Вот это вот нам не нужно Вот, во-первых, слабый Вот тут старый Вот все это не нужно Вот тоже так же сантиметр оставляю Вот видите, да? Вот, а это то же самое Вот нижний нам Вот он нижний Из него Из кокпасынка Я вот раз, два, три, четыре Режу Вот и все остальное Все убираем, вырезаем Это ничего нам не надо Видите, как удобно Когда делается предварительная обрезка То есть Ну да, все чисто Все чисто, все аккуратно Удобно подойти к нему Ну и все А это основной Опять считаем Раз, два, три, четыре, пять, шесть Ну это уже Это даже страшно Ну вот шесть Вот В принципе Вот еще у нас один рукав Который за одно лето сформировался Вот этот я не знаю Буду оставлять Ну он самый тонкий Он тонкий И он Но он очень удачно лежит Возможно Как вот это будет себя вести Возможно на будущий год Может быть Я пока не могу сказать Да, как это все будет Ну конечно Гнуть вот эти будет Не очень удобно Нам вот эти вот будут удобно Рукава Да, да На будущем, понимаете? По-другому Здесь я вот это все выпилю Может через год Не могу сказать пока Они будут работать Пусть работают Но на всякий случай Вот запас вот такой вот Древесины Вот такой лозы Я ее оставлю Ну и она мне не помешает Это мы тоже оставляем, да? Этот мы тоже оставляем И тоже А сколько? Шесть, да? Шпалеры Вот смотрите Я прямо беру Вот она У меня длина шпалеры То есть уже независимо От количества почек здесь, да? Вот и все И еще что важно Смотрите Вот это вот Можно даже вот так вот привязать Это называется Усиленное звено Плодношения Что значит? То есть я их свяжу Вот так вот Вдвое То есть я две лозы Пущу на вот эту У меня Одноплоскостная шпалера Ну вот на этой Я оставлю Например Или вот эту почку Оставлю Вот эту вот удалю Нижнюю Вот эту оставлю Вот эту удалю А здесь наоборот В шахматном порядке Я понял То есть вот эту оставлю Вот эту удалю И так далее То есть чтобы Одна была на этой стороне Вот здесь вот росла А другая на этой стороне росла То есть Сокодвижение И сила Те же пять или шесть Будет лоз у нас Но они будут на двух побегах Понимаете? И получается Что мы усиливаем То есть И силу вот этого куста И величину грозди И сокодвижение будет То есть мы усиливаем Просто вот это вот Здесь вот будет Те же будут пять гроздей Но они с разных вот Лоз бегут сок Да? И усиливается это все То есть так вот называется Усиленное плодовое звено Вот это вот То есть вот в принципе Вот что было И вот что осталось Понятно Но самое еще интересное Ну это мы сейчас Все наклоним и свяжем А дальше Обязательные обработки Железным купоросом Да? Можно медным купоросом Делаю железным Потому что вроде как Мышки меньше едят Не любят железный купорос 300 грамм На 10 литров воды Обрабатываем Вот сейчас вот эти косички Вы видите Уже связанные Потом будет очень удобно Обрабатывать То есть развожу 300 грамм на 10 литров воды Железного купороса Выбираю солнечный И все равно будет Пусть даже плюс 3 Плюс 5 Пусть ночью заморозки Но обработать необходимо Вот это все С укрытием не спешу Потому что вот сейчас Будет понижение температуры Чуть-чуть ниже нуля Но потом опять будет положительная температура Потом с укрытием Это можно где-то и после 10 ноября Например сделать укрытие Продолжение следует... Продолжение следует...